Новости образования. В курских школах идет регистрация учащихся для сдачи ЕГЭ и ГИА. Завершится она 1 февраля. Напомню, 11-классникам достаточно написать два обязательных экзамена. По русскому языку и математике. Остальные предметы по желанию. Для учеников 9-х классов в списке 4 испытания. Русский язык и математика. Плюс 2 дисциплины по выбору. Результаты последних не влияют на получение аттестата. Какие нововведения ждут выпускников 2016 года? В режиме видеоконференции родителям и школьникам рассказал председатель областного профильного комитета Александр Худин. По предварительной информации в мероприятии приняло участие 22,5 тысячи человек. Череду выпускных испытаний для 11-классников и выпускников прошлых лет откроет итоговое сочинение, которое станет пропуском к ЕГЭ. Первая волна 2 декабря. Для тех, кто не попал по объективным причинам или получил незачет, запланированы еще два дня. 3 февраля и 4 мая. Дальше сами экзамены. Как и в прошлом году, они пройдут под прицелом видеокамер в режиме онлайн. В новом формате в 2016-м школьникам предстоит сдавать историю, общество знания, географию и информатику. В этих предметах, первое, ушли полностью вопросы с веером ответов, когда из предоставленных ответов ученик мог методом, что называется тыка, выбрать правильный ответ. Второе, по географии мы теперь имеем еще и контурные карты в приложении. А на написание экзамена по истории будет больше времени – 235 минут. Кстати, график проведения выпускных испытаний уже определен. Досрочный период в апреле и основной в мае-июне. Также специалисты отметили, сентябрьской волны для тех, кто не преодолел пороговые значения по двум и более предметам, пока не запланировано. Досрочный период в комплекте. Спасибо.